Ребят, привет! Это Иван Баярошник. Давненько не виделись. Ну, так как я был немножко занят, немножко болел, немножко работал, немножко ездил по всяким интересным местам. Я понимаю, что ждете от меня продолжения Морконландии или чего-нибудь про Transport Fever и другие транспортные игры, но сегодня я решил вспомнить одну давно забытую рубрику, а именно построение городов и транспортных сетей в играх, для этого не предназначенных. И сегодня у нас игра, которая, ну, наверное, не максимально далека от транспорта и городов, но все-таки, предположим, далековато. Это Far Cry 5. В Far Cry 5 предлагается режим Far Cry Arcade. Это мультиплеерный режим, который базируется на редакторе карт. То есть игроки сами создают уровни, выкладывают их в интернетик и... да, и играют потом. Проходят на скорость, на очки и так далее. Редактор в Arcade, конечно, такая себе штука. В нем огромное количество ограничений. Здесь есть ограничения по размеру карты, ограничения по количеству объектов, ограничения по количеству игровых персонажей, ограничения по количеству макеров для игровых персонажей, ограничения по количеству зон действий игровых персонажей, ограничения по количеству оружия, ну и куча других ограничений. Еще что раздражают в редакторе, Это некая корявость управления И, опять же, ограничение В этом управлении, но вот это уже следует Напрямую из Главного плюса этого редактора, его простоты И очень просто освоить. Любой человек, который Хотя бы раз работал с редакторами для экшенов Здесь почувствует себя просто как дома Это вам не какой-нибудь там Lotus или Omsy, это скорее больше похоже На мератор для Railworks, то есть здесь Все интуитивно и в пользу этой интуитивности Пожертвовали Некоторой логикой, скажем так Ну, фиг бы с ней с логикой Кому нужна логика в конце концов Но есть ограничения по функциональности Редактора, как я уже говорил Например, здесь в принципе нет сплайнов Точнее есть, но они ограничены Дорогами, по 8 штук на карту В игре можно В аркете можно поставить только 8 сплайнов дорог На одну карту Рельсы, которые вы видите внизу, я делал из объектов Несмотря на то, что в Far Cry 5 есть же дорожные пути И сделаны они там явно линиями Как в ARMY Если кто-то работал в редакторе для ARMY В аркейд их тоже делают ручками Собираетесь Шпал, рельс Когда ты научишься использовать копипаст здесь Который делается шифтом и стрелочкой Становится чуть попроще Но там происходит постоянно сдваивание объектов И ты очень быстро упираешься в ограничение объектов Для клетки карты И это крайне бесит Свой контент в редактор добавлять нельзя Здесь контент сюда добавляют разработчики Это объекты из других игр Ubisoft Например, из Far Cry Unity Какие-то французские дома И персонажи из Far Cry 5 И DLC к нему Причем контент добавляют постепенно В виде патчей И периодически появляются новые объекты Например, раньше не было вьетнамцев Какое-то время назад Сейчас еще появились зомби И, в общем, это радует Что контент, конечно, добавляется Но вот это вот ограничение По количеству контента Оно накладывает Ну, с одной стороны, это ограничение Которое не позволяет построить Вроде бы то, чего ты хочешь С другой стороны, оно мотивирует Применять фантазию Использовать различные костыли Как, например, вот этот мост Который собран из непонятных частей Или те же самые же дорожные пути Конечно, это может немного напрягать Это еще одно ограничение Но оно заставляет применять фантазию Что тоже довольно круто Собственно говоря, сейчас Уровни для Прокрая Грейт Это действительно некое соревнование В оригинальности То есть, допустим Хочешь сделать город Железную дорогу Вокзал И какую-то симуляцию жизни в нем Пожалуйста, извращайся на оздоровицу Ставь жителей Здесь, кстати, есть и мирные персонажи И всякие животные Например, крысы, которые где-то бегают у меня Вон Ставь машины На которых, кстати, можно ездить Делай, что хочешь Главное Попади в ограничения И не наделай каких-нибудь странных вещей Типа вот лопат, которые торчат с холодильника Даже не знаю, как это получилось К сожалению, я так увлекся строительством города В редакторе Что очень быстро дошел до ограничений И как-то бросать работу было уже жалко Ну и как-то выкладывать ее Просто в виде Такой сплошной застройки С какими-то непонятными людьми Которые непонятно что делают Тоже было нельзя Поэтому пришлось придумывать концепцию И как-то укладывать эту карту В правила игры Сразу говорю, что эту карту я не доделал И, скорее всего, не буду выкладывать На Ubisoft сервер Потому что она, конечно, полностью играбельна Но оригинальная идея здесь немного не выполнена И, естественно, детализация начала уровня Она сильно больше, чем То, что вы видите сейчас Потому что это у меня полагаемый конец уровня И тут довольно пусто Ну раз мы зашли в этот уголок Хочу показать цель Цель и основная идея моей карты Это выпить пивка По сюжету главный персонаж появляется На вокзале, в поезде И он пытается за какой-то короткий срок Хотя он садрик срок здесь не ограничен Добраться до вот этого бара Который немножко пустоват Но, тем не менее, пиво в нем наливают На пути его мешают местная полиция Вьетнамцы, рабочие, зомби Какие-то оголтелые непонятные люди Кстати, это, например, бармен Он почему-то решил выйти из-за барной стойки И просто не делать ничего Пока что здесь все мирно Во-первых, потому что я нахожусь в режиме наблюдателя То есть это режим для разработчика карты Который позволяет просто посюда бегать Смотреть, чтобы там можно было заходить в объекты Перелезать сквозь стены Смотреть, где, что, как работает Короче, отлаживать работу карты В этом режиме ты можешь прыгать с большой высоты Потому что ты не изжим, ты не разобьешься Игровые персонажи тебя не видят И действуют так, как будто тебя нет При этом ты можешь их атаковать Но тебя атаковать они не будут В этом режиме нужно смотреть, где, как, что работает Из того, что ты расставил в основном редакторе Здесь ты смотришь, можешь ли ты пройти через стену Залезть на нее Как себя ведут враги Кстати говоря, здесь же можно проверить то, как Выполняют команды НПС Управление НПС здесь такое Вообще, в принципе, если ты просто поставишь НПС на карту Он будет ходить туда-сюда Ходить на шум И заниматься всякими вещами, которые ему нужны Чтобы поставить персонажа что-то делать Нужно поставить маркер Это точно так же, как в Zelda Scrolls Если видели мое видео о Мурко Стомп на Skyrim То там тоже показывал маркер К которому подходит персонаж и что-то делает Я помню, там не было персонажа или маркера Я уж не помню Ну, короче, какой-то косяк Здесь я показываю, как это действует Да, кстати, в режиме невидимости В режиме наблюдателя Можно наблюдать и слушать, как переговариваются НПС Это не делать совершенно самостоятельно Так вот, чтобы заставить персонажа что-то делать Ты ставишь маркер Ставишь им в зону, по которой они могут ходить И, собственно говоря, они будут перемещаться Пока их что-нибудь не отвлечет Вот так вот Ну, например, могут отжиматься сквозь лавку Сидеть на полу Ну, маркеров, кстати, не очень много Их тоже постепенно добавляют в другой контент Но, в целом, создать прям такую миролюбивую общину У меня так и не получилось Кстати, здесь кабина для ЗИУ Непонятность какой игры Но реально очень похоже на кабину от 130-го ЗИЛа С 31-го Не знаю, что он здесь делает Но она была здесь изначально Разработчики зачем-то ее добавили Достающие объекты, кстати, можно сделать с помощью форм Которые есть в редакторе Это блоки разные, двери, стены, окна и прочее На что можно наложить текстуру Например, вот есть такой кубик На который у меня наложена текстура, по-моему, блестящего хрома и алюминия Вот такие дела Так здесь можно гибко настроить погоду Ну, давайте немножко пробежимся по функционалу редактора Как это вообще выглядит Вот так, собственно говоря, выглядит редактор Вот эта желтая штука означает, что здесь у нас уже почти достигнут лимит по памяти Слишком много объектов Бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла Ну, вот и все прочее Синие — это зоны контроля персонажей Вот это вот, это маркеры Действия персонажей Это сами персонажи, которые придут в другое волнение в первой А это вот персонаж, который здесь уже стоит и помахивает ручками Что здесь еще есть? Еще здесь есть возможность менять погоду Вот здесь, вот в этом меню Ну да, давайте пройдемся Объекты, вот они, в разделе объект Здесь можно двигать объекты, создавать новые объекты Вот здесь есть полное меню Очень хорошо работает поиск Там, ну, дома, не знаю Вот здесь целая куча этих разных домов Есть меню персонажей В котором есть куча разных персонажей Например, вот недавно добавленные зомби Здесь можно выбрать, какая волна видна на карте Тип персонажей, собственно говоря, волна, к которой они относятся И активатор, это, собственно говоря, триггер, который вызывает появление этих персонажей Появляются они не все с копом, а по бери гибели других То есть здесь какой-то лимит по количеству персонажей Там 10 или 30, я же не помню И когда он уменьшается То есть, когда персонажа становится меньше, чем лимит Генерируется новый персонаж из следующей волны Вот так это работает Особенно мне нравится эта возможность настраивать погоду То есть здесь можно настроить время суток Широту, размер фазы луны Свет, фильтры Сделать, сделать другое небо Там какое, не знаю, какие здесь есть На самом деле, конечно, меняется, помню, не само небо А ambient color от этого Чтобы изменить небо, можно изменить, допустим, тип облаков Мне нравится 7 Вообще здесь есть какие-то Такие вот Цирус, как в Омсе Так как это называется, мелкие облака Вообще можно сделать Красота какая Млечный путь Так, у меня здесь 0,7 А и можно сделать туман, как в Silent Hill Прям такой вообще Практически ничего не видно И вы наставите там монстров за каждым углом Можно еще сделать эффект постобработки Задник, не знаю, почему он и не отображается Хотя он настроен Видимо, он будет отображаться уже в самой игре Но вот можно сделать постобработку Цитой фильтр И эффект Виньетки Класс Это типа Как будто тебя по голове ударили И у тебя туннельное зрение образовалось Так это выглядит Ну вот можно сделать постобработку выбрать Кстати, надо будет поиграться с ней Ну и что А теперь давайте попробуем пройти этот уровень То, как я адаптировал свое непонятное градострительство К правилам Far Cry Arcade И оценив, насколько круто это получилось Для этого нужно зайти в режим Играть карту К сожалению, запустить это не в окне, где не получается Так, это мы перешли в экран выбора снаряжения Варианты снаряжения создает создатель карты Я здесь сделал такие не слишком разнообразные Но очень интересные варианты Это турист, который начинает с пустым карманом Алкоголик, у которого есть 6 бутылок непонятно чего Гопник, который имеет кастет И, кстати, бронежилет Все это не указано И Олег, у которого нет вообще ничего У туриста, по-моему, есть аптечки Поэтому начнем как Олег Оп! Путешествие! Так вот начинается наше путешествие Так, ну непосредственно достижением нашей цели Добеганием до барчика И завершение уровня Я предлагаю заняться на другом видео Потому что даже действительно мирное прохождение Оно займет минут 15, наверное Вот Так, если вам это действительно интересно Лайкайте это видео Оставляйте комментарии Подписывайтесь на мой канал И на нашу группу transportgames.ru Вконтакте И читайте наш сайт Ну, в общем, вы все знаете сами Соответственно, если вам интересен Директор Альфарай Аркейд Можете задавать мне какие-то вопросы Я поделюсь с вами все имеющиеся информации Спасибо за просмотр Жду вас под следующим видео Пока